Девушки отдыхают В программе я пообщаюсь с продюсером Андреем Фоминым о том, как изменилась светская тусовка за последние 20 лет. Поехали! Середина-конец февраля – лучшее время для экономных модников. Только сейчас можно купить эксклюзивные вещи по ценам масс-маркета. Один из самых концептуальных магазинов города, Айзель, на несколько недель превратится в настоящий аутлет. Айзель – бутик женской одежды. Открылся 10 лет назад. Основное направление – эксклюзивные необычные вещи. Также в магазине продается винтажная одежда люксовых марок. На время гаражного сейла на третьем этаже магазина даже изменилась развеска. Поставили дополнительные рейлы, чтобы сюда уместились все коллекции Айзель, а не только осень-зима 13-14. Например, вот такой крутой свитшот Oswald Helgeson с аппликацией стоит сейчас всего лишь 2000 рублей. Обычно бланковые свитшоты столько стоят. Или даже шелковое платье от бренда Mark by Mark Jacobs стоит сейчас всего лишь 4000 рублей с учетом 70% скидки. Кстати, мне говорили, что если вам понравилась вещь, но кажется, что даже с учетом огромной скидки цена немножко завышена, вы можете поторговаться. На втором этаже сохранили атмосферу бутика, но и вещи здесь представлены куда более эксклюзивные. Можно найти даже подиумные кутюрные экземпляры. К примеру, я нашел здесь подиумное платье Джамбатиста Валли из многослойного шелка. Очень красивое белое платье, которое, думаю, может сойти даже и за свадебное. Стоило оно космических денег, конечно, изначально 766 тысяч, но сейчас его можно купить примерно за 200. Но я думаю, что если вы хотите сделать свое торжество незабываемым, таких денег жалко быть не должно. Продолжаем экономно одеваться. Я переместился в магазин Рой Робсон, где сейчас можно купить мужскую классическую одежду со скидкой до 70%. Бренд деловой одежды Рой Робсон основан в 1984 году в Германии. В России Рой Робсон появился в 1993 году с открытием первого монобрендового бутика. Основной ассортимент – мужские костюмы, рубашки, пиджаки, верхняя одежда. В этом магазине я соберу себе Total Look, но не чисто в офисном стиле, а в расслабленном стиле Smart Casual, в котором можно и в офис пойти, и на вечеринку после работы. Основой для своего лука я выбрал вот этот пиджак Unconstructed, популярный в этом сезоне, без подкладки. К этому пиджаку отлично, как мне кажется, подойдут вот такие вот чиносы шерстяные, гибрид офисных штанов и обычных чиносов. Забавно, здесь даже подкладка с рисунком огурец как бы намекает нам на не очень официозный стиль ношения этих бриков. Возвращаемся к рубашкам. Офисные цвета и модели я даже не рассматриваю, хочется подобрать что-то нейтральное. Например, вот такую вот рубашку, супер универсальная, ее при надобности можно надеть и в офис с галстуком, и, расстегнув две пуговицы, носить с джинсами вечером. Забавная деталь, если присмотреться, здесь на вороте тоже рисунок огурец, значит, я наверняка это все правильно подобрал. Так как я выбрал серый цвет за основу костюма, лучше всего к нему подойдут светло-коричневые броги. Такие ботинки всесезонная классика и в сочетании с яркими носками и серым костюмом должно смотреться отлично. Сейчас увидим. Безусловно, образ будет неполным без аксессуаров. Можно добавить сюда, как я говорил, галстук, но я предпочитаю менее формальные аксессуары. Вот такую кепку и нейтрального цвета шарф. Как-то так. По-моему, очень достойно. Да и сэкономил я немало. Вот столько это стоило бы до скидок, а столько с учетом. Если же вы настроены на что-то суперэкстравагантное, но при этом не готовы тратить большое количество денег, всегда можно взять это в аренду. Например, в шоуруме Муса Проджект. Муса Проджект шоурум, где можно не только купить одежду редких марок, но и взять вещи на прокат. Основан сестрами Виктории и Еленой Мусса в 2011 году. Основной ассортимент – апатажные наряды и украшения, но в шоуруме представлены и вещи в стиле кэжуал. Недавно в Муса Проджект появились платья интересного американского бренда Alice & Olivia. Согласитесь, такое платье, даже если его купить, наденете, вы его, ну, может быть, несколько раз в жизни. А стоить оно при этом будет совсем недешево. Например, в Муса Проджект его сейчас предлагают выкупить за 59 тысяч. При этом в аренду на три дня его можно взять всего за 12 тысяч. Сюда же входит стоимость химчистки. Мне кажется, отличная возможность взять это платье в аренду, отгулять в нем, например, свадьбу, сдать обратно, а на остаток денег иметь возможность выгулять еще 3-4 интересных платья. Еще в Муса Проджект можно взять в аренду или купить интересный американский же бренд Ericsson Vima. Продается в Москве всего в нескольких бутиках, и мне кажется, что вот выкупить здесь эти вещи может быть даже интереснее, чем брать в аренду, потому что если они засветились на съемке в каком-нибудь журнале несколько раз на них, можно получить огромную скидку. Например, вот такая вот подвеска или даже ожерелье будет стоить вам вместо 36 тысяч около 10. Сегодня мы пьем имбирный чай в компании актера и светского продюсера Андрея Фомина. Привет, Андрей. Привет. Вы занимаетесь светским мероприятием уже более 10, а то и 20 лет. Как изменилась тусовка? Тусовка изменилась уже раз 8. Я помню очень хорошо бандитскую Москву, когда вот такие крутые поцеки определяли здесь все, приходили в бордовых пиджаках, самым модным местом был развлекательный комплекс Орликина. Днем это был киноцентр, вечером пластиковые столики накрывали скатертями, пластиковые стульчики. Билет стоил 3 тысячи долларов. Все собирались, Наталья Витлицкая пела. И я помню, что в 97-м году впервые привезли Наоми Кэмпбелл. А дальше началась знаменитая золотая эпоха понтов России. Крутые тачки, деньги на ветер, давай-давай, 15 тысяч долларов за столик в Дягилеве. Сейчас чуть время пройдет, и об этом начнут снимать все фильмы. Люди гудели, Москва была веселая. Сейчас не так. Сейчас посмотрите на себя. Эпоха смарт-кэжуал. Все спокойно. Умные хипстеры, умные дизайнеры. Ну вы меня так к хипстерам привязали. Очень жестко. У вас красивая борода, супершапка. Понимаете, если бы вы вот так пришли в Клуб Дягилев, вас бы близко не пустили туда. Ну что это, да. Нужно сказать самое главное. Вся эта богатая публика, которая определяла Москву, к сожалению или к счастью, повзрослела. Все мы им уже теперь под полтинник. И сегодня они где-то сидят в скучной Женеве, а кто-то переехал в Лондон и сидит в ресторане Новикова, а кто-то сидит в ресторане Бона в Украине. Все эти богатые люди нагулялись. Они один, короче, свое отгуляли. Я вообще всем советую скорее с точки зрения изучения той невероятной эпохи забежать все-таки иногда в Сохрумс, еще посмотреть на оставшихся вот этих вот людей, которые на дорогих тачках молодятся. Им уже под 50, они в джинсах, крутые, девчонки танцуют. Это вот осталось вот совсем малюсенькие резервации. А пришли их дети, а дети уже поучились в Лондоне, а детям уже эти понты не нужны. Их интересует современная электронная музыка, их интересует другая кухня, имбирный чай, о котором мы узнали лет 5 назад всего. Тарелка, нарисованная на столе. Пришел бы какой-нибудь бандит. Вы что, издеваетесь, пацаны? Почему тарелка нарисованная? У вас что, настоящей нет? Вот такая была эпоха, смешная. Я о ней книгу напишу. Обязательно. Я буду среди первых, кто подойдет за автокриком. Это была программа Депишмот. Увидимся через неделю. Пока. Спасибо, Андрей. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok